Торжественная часть началась с внесения знамён воинских частей для приведения вновь пришедших лейтенантов к верности. Друзья, ровно! Сирия! Командиры частей и знамённые группы, офицеры-выпускники вуза 2012 года, на установленные места шагуалов! А! Командиры частей и знамённые группы, офицеры-выпускники вуза 2012 года, на установленные места шагуалов! Командиры частей и знамённые группы, офицеры-выпускники вуза 2012 года, наступленные места шагуалов! настоятель храма Дмитрия Донского. На протяжении 15 лет ежегодно государственная корпорация «Росатом» принимает участие в данном мероприятии, проводимом 42-й Тагильской ракетной дивизией. Традиционно в этом году представители компании прибыли в дивизию для поздравлений. В своих поздравительных словах заместитель генерального директора «Росатом» не забыл упомянуть и про надежный ТЭУ. Приглашенные гости, вручая подарки, нашли теплые слова для каждого лейтенанта. Этот день для всех присутствующих был отмечен волнительными моментами. Сегодняшний день меня прям тронул, знаете, до слез. Меня даже так вот репетиция парада не трогает на Красной площади. Ну, как-то все вроде, ну, торжественно, красиво, празднично. А вот сегодня мне хотелось плакать от ощущения того, что я вижу этих людей самых-самых. Мне казались они такими дорогими, родными, близкими. Очень трогательные ощущения. Но самое главное, его запомнят те, для кого существует эта традиция. Ну, это бывает только раз в жизни. Это очень приятно, это вдохновляет все-таки. Традиции части постоянно обновляются. Вот в этом году очень мало, в принципе, лейтенантов было, но все равно все прошло так красочно. Переполняю просто гордость. То, что служил в этой дивизии, 42-й ракетной дивизии. И вообще очень доволен своей службой. То, что попал в эту дивизию, очень хороший коллектив, хорошие, довольные условия службы. Теперь у этих лейтенантов началась военная карьера. Впереди их ждет очень много достижений. И самое главное, у них есть наставники. Мирного неба. Не было войны. Жены, чтоб любили, ждали их. Ну и успехов в работе, нормального армейского карьеризма, чтобы не останавливались на одной точке, расти до генералов, полковников. Вечером во Дворце культуры состоялся праздничный концерт, в котором выступили артисты из Москвы. Вся концертная программа прошла в теплой атмосфере. Два часа пролетели незаметно, и артисты к концу выступления стали почти родными. Приятно. Я поцелую вас. Спасибо. Я вас тоже. А выступление с нашим оркестром весь зал принял на ура. Тандем удался. За кулисами гости поделились с нами впечатлениями о проведенном в городке дне. Вот счастье просто приезжать к вам. Вот матушка России. Вот как будто не скажешь глубинка, а такое у вас отношение, такой везде порядок, такое внимание, чтобы нас в аэропорту встречали вот так вот команду цветами. Это сегодня, это уже, ну только вот отдельных, может быть, кого-то. Нет, мы просто счастливы. Теплый прием. Это для нас дорого. Аплодисменты потрясающие. А цветы, вы посмотрите. Да, цветы. А лейтенанты молодые. Ой, какие мужчины. Я даже вообще, тут мы утром стояли на параде, а теперь они к нам пришли. Как это мило, так это здорово, нам очень понравилось. Боевое знамя части – это святыня для каждого военнослужащего. Прикоснувшись к нему, каждый из офицеров подтверждает обретение символа верности Отечеству. Прикоснувшись к нему.